Привет всем, очень рада вас всех видеть. Сегодня мы с вами будем вместе убирать, может быть, кухню, может быть, какую-то другую часть вашей квартиры, дома. Очень надеюсь, что вас сегодня замотивируют на наведение порядка в доме, создание уюта. У меня же сегодня глобальная уборка кухни, уже потихоньку готовлюсь к Новому году и признаюсь вам, такую уборку я делаю первый раз на этой квартире с момента установки кухни. Традиционно начнут картинки дом, надо разобрать поверхность, но этого не так много. Куда сложнее почистить варочную плиту, я ее запустила и как результат капли жир, подтеки, пыли, все здесь целый микс. Также с вами мы будем мыть фартук, вытяжка, с вытяжкой вообще, еще раз повторюсь, первый раз ее буду мыть за все время после установки. И, конечно же, на ней скопилось много пыли. И эта пыль, она, знаете, она прилипляется к поверхности, она такая жирная пыль, я ее так назову. Простой влажной тряпкой здесь не обойтись, к сожалению, она налипла. А вот моя боль, фильтр. Мне стыдно это показывать, но как есть. Вот он уже засорился, весь такой грязный. Ну, мы его отмоем. Далее фасады, их тоже надо почистить. И моя камера не улавливает на белом цвете следы от пальцев, подтеки, какие-то капли. В этом, конечно, плюс белой матовой кухни. Через камеру вы практически не увидите. Но поверьте, вот смотрите, пыль скопилась в этих встроенных ручках. Есть что чистить. Ну, а также остальные элементы, я их уже буду по ходу уборки комментировать. Готовы? Поехали! Начну я, конечно, с вытяжки, потому что пока мы будем убирать, она будет у меня там чиститься, отмокать, высыхать. Буду использовать соду уксус, таз с водой. В тазик набрала горячей воды, добавляю 3 столовые ложки с горкой соды, доливаю уксус. А далее просто опускаю фильтр в тазик и своей любимой щеткой жесткой начинаю счищать. Очень хорошо все отходит. Как видите, я не ожидала. Я думала, придется замачивать какое-то время. Кстати, у меня фильтр алюминиевый, поэтому в посудомойке его мыть нельзя. А далее я споласкиваю простой водой и вуаля, блестящий чистый фильтр, никаких усилий, труда, никакой посудомойки, замачиваний. Вот, почистила все при вас. Надо теперь его посушить. Следующее по плану, разобрать все поверхности, начинаю с обеденного стола. Убираю все плейсматы, смахиваю крошки, протираю. Поскольку над столом висит... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Это вытяжка. Здесь много выступающих элементов. Плюс, я уже говорила, здесь такая налипшая пыль-грязь. Помогает мне с ней справиться губка и средство для посуды. Отдельно хочу выделить вот эту губку. Она очень пористая. И за счет этого достаточно быстро я справилась с этой налипшей грязью. Ну а теперь влажной тряпкой я убираю все это средство и сразу рядом протираю фартук, пока я здесь на столешнице. Самое приятное на вытяжке это уже протирать стекло. Прохожусь простой тряпочкой, а потом сухой полирую. Есть здесь тоже налипшие капли пятна, которые не видно через камеру. Их я удаляю с помощью средства для стекол. Признаюсь вам, так не хотелось приступать к чистке именно вытяжки, но результат того стоил. Все чистенькое. Я вам вот что скажу. Главное начать, потом все пойдет по маслу. Ну а теперь от верхов идем к низам. Варочная поверхность. Сначала обработаю решетки. В раковине набрала горячую воду, добавила средство для посуды. У меня это фаберлик. И уксуса. Причем остатки уксуса. Он у меня, представляете, на этом этапе уже закончился. Но все-таки, надеюсь, повоздействует. Конечно, хорошо, что у меня решетки отдельные. Все четыре. Мне удобно в моей раковине друг на дружку их положить. Если у вас большая решетка, вы можете замочить ее таким образом в ванне. Далее я с помощью губки вот этого раствора. Кстати, он так хорошо пенится с уксусом. Обрабатываю решетки, прочищаю их и выкладываю прям в средстве на коврик для посуды. Кстати, коврику я уже потом закину в стирку. И, кстати, второй плюс такого замачивания. Раковина, пока находилась в этом растворе, сама очистилась. То есть я буквально сейчас пройдусь губкой, все сияет, блестит, она чистая. И в результате мне уже не придется ее в конце обрабатывать. Пока решетки будут откисать вот таким образом на коврике для посуды, я займусь чисткой самой варочной поверхности. Сначала влажной губкой я собираю весь ссор, а далее наношу крем. Сегодня у меня это универсальное средство от Биомио. Им же прохожусь по фартуку, прилегающему к варочной. Ну а далее влажной тряпочкой все это смываю. И уже полирую сухой тряпкой. Кстати, крем этот по запаху мне не понравился. Само по себе средство шикарно справилось. Удалила всю грязь, пыль, жир, налет, капли. Но вот запах не очень. Ополоснула я уже решетки. Выложила их на чистый полотенце подсыхать. Не буду терять время. Продолжу чистить фасады возле варочной поверхности. Буду использовать просто влажную тряпку без каких-либо средств. Она махровая, очень хорошо все удаляет. А уже какие-то локальные капли, вот вам их не видно, я их подтираю губкой. Ну а далее понеслась фасады, встроенные ручки. Все надо хорошенечко протереть, потому что капли, следы от пальцев. Этой же влажной тряпкой я протру фартук и поверхность рабочую в зоне мойки. Далее я беру влажные антибактериальные салфетки, у меня это поклан, и протираю внутреннюю часть фасадов, там где мусорка, мусорное ведро. Хорошенько протираю встроенные ручки. Сказать, что за ними сложнее ухаживать, чем за выступающими, не могу. У каждой ручки есть свои плюсы, свои минусы. Да, здесь капливается пыль, иногда крошки, но они достаточно быстро протираются. Поэтому это дело привычки, зато мне нравится, что не выступают никакие ручки, и вот все так смотрится одним целым. Кстати, эта махровая тряпочка, она великолепно убирает вот все, знаете, пятна с матовых фасадов. Решетки мои уже почти высохли. И еще остались некоторые капельки, но они уже досохнут на варочной панели, захотелось их уже поставить на место. Возвращаю кувшин с водой. И не идеальная картинка, цветной сок. Пока я это все делала, фильтр высох, и я его тоже возвращаю на место. Вот, смотрите, как здорово. Правда? Чисто и приятно смотреть. Поэтому не ленитесь, наводите порядок. Картинка до и картинка после. Ну, а теперь тоже один из не очень приятных элементов уборки. Это окно. Я уже говорила, сейчас то время, когда я их перемою перед зимовкой, и уже оставлю до весны. Я помыла пока окна в детской. Вот следующий черед кухни. Тоже много чего здесь скопилось. И я убираю по той же самой схеме. Если вы вдруг пропустили, я сначала щеточкой обрабатываю, пылесос, влажная тряпка. Потом с помощью средства и сухой тряпочки полирую. И окна чистые, сияют, рамы чистые. Напомню, что окна я мою из безопасного положения. Я люблю порядок и чистоту, но безопасность для меня на первом месте. Если я где-то что-то не дотянулась раму с наружной стороны окна, то и ладно. Ну а теперь приятно протереть подоконник, радиатор и заняться небольшим декором. Катись-катись яблоко и прикати нам фруктов побольше. Ну а сейчас комодик. Не так давно его установили. Он в принципе чистый, но раз уборка идет, я его просто влажной тряпкой протру. И обязательно цоколь у всей кухни. Помните, я показывала салфетку, которую я использую в стирке и не выбрасываю. Вот как раз для таких случаев, как протереть плинтус в самый раз. Ну а далее пылесос. Убираю все волосы, крошки, пыль, все, что летело во время уборки, все, что осталось после завтрака и предыдущих дней. Сегодня использую стационарный пылесос, так как мощность у него больше. И именно на такие глобальные уборки мне им нравится пользоваться. Единственный минус эти провода, которые надо тоже передвигать. Сам пылесос я далеко не убираю, так как после уборки кухни и съемки видео мне надо пропылесосить в остальной квартире и помыть полы. Ну и последнее в уборке на сегодня это помыть пол. Использую свою любимую швабру, золушку. И быстренько прохожусь, сразу полы свежие, чистенькие. Обожаю этот момент, когда вот ты помыл полы, все чисто. И маленький анонс на будущее. Во влогах уже будем с вами вместе чистить стулья и микроволновку. Сегодня не успела. Ну а теперь самый приятный момент, наслаждение результатом уборки. Порядок, чистота, уют. Убранные поверхности, чистая бытовая техника, которая готова теперь к труду и обороне. Кстати, смотрите, как получается. У меня трамвайчик как будто бы направляется вот на рельсы. Так интересно решетки лежат. Вот как будто он сейчас прям поедет вот здесь. А вообще за все то время, сколько я пользуюсь уже нашей белой кухней, уход за стеклянными и белыми поверхностями, это сказка. Ну а теперь тот самый уютный вечер, когда за окном уже темно. Мы включаем наш любимый свет. Собирается вся семья, вокруг чистенько. Завариваем вкусный чай. Очаровательный чайный танец. Самый голодный уже сидит за столом. А вам желаю уютных, теплых вечеров. Пусть ваши мечты, желания осуществятся. Очень рада вас была видеть у себя в гостях. Надеюсь, что вы вооружились мотивацией и наведете порядок, чистоту у себя в доме. Буду рада, если вы меня поддержите пальчиком вверх. Спасибо вам за всю ту душевную теплоту, которую вы дарите и мне, и в адрес моих близких. Нам это очень приятно. Снова вас буду ждать в гости. До новых встреч. Пока. Субтитры подогнал «Симон»